Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напоминаю, вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и, конечно, на нашем канале в YouTube Radio NVC. И о событиях в Израиле традиционно наш израильский корреспондент Ася Энтова. Здравствуйте, Ася. Добрый день, добрый день, радиослушатели. Ну, у нас лето было не только календарное, потому что у нас погода очень жаркая, 30 градусов больше. Люди стремятся на пляжи, на бассейны. И, как всегда, первые жертвы. У нас море очень коварное, туристы, незнакомые с ним, к сожалению, не знают некоторых особенностей, что у нас есть такие течения, которые оттаскивают туристов от берега, или что есть водовороты, поскольку дно песчаное, все время образуются какие-то такие ямы. В общем, к сожалению, первые жертвы тонут туристы, дети в бассейнах тоже требуют специального внимания, постоянно вытаскивают, откачивают. В общем, лето в разгаре и летние проблемы. Но кроме этих нормальных, в общем, проблем, есть и наши специфические. Когда жарко, у арабов есть такое хобби – поджигать. Поджигать, сухая трава, сухие деревья. И арабы поджигают, и поджигают, так сказать, руками. И из газа бесконечно летят на воздушных шариках, летят всяческие зажигалки, и, к сожалению, опять полыхают насаженные руками евреев леса вокруг газа. Просто напомню, что Израиль практически единственная в мире страна, где пустыня отступает, а количество лесов увеличивается. Все это дается очень тяжелым трудом. И вот эти вот пески, пески бесплодные, рядом с газой. Израильтяне превратили их в сады, в лесопарки. И все это уже в который раз опять поджигается такими вот шариками из газа. Наши пожарные очень стараются, но, к сожалению, не все в их власти, особенно если есть сильный сухой ветер. В связи с этим опять встал вопрос, что же делать с газой, поддаваться ли на ее шантаж, потому что сейчас вроде есть ослабление, меньше ракет летят из газа, больше летят вот таких зажигательных бомбочек. И получается, что, в общем, Израиль поддался на шантаж, разрешил выплатить газы довольно большое количество катарских денег и вроде бы получил такое временное перемирие, которое, в общем, Хамас использует только на то, чтобы опять отрабатывать свои методы уничтожения израильтян. С каждым годом у Хамаса все больше ракет, они более точные. И вот в этом году ему удавалось пробить оборону железного купола просто тем, что он запускал очень много ракет. И железный купол просто не мог все их идентифицировать, все их отразить. И вот рассматривая эту ситуацию, профессор Хелиль Гирш из центра Бегин-Садак в очередной раз объясняет, в общем, более-менее очевидные обычному человеку с улицы вещи. Но когда это говорит профессор, может быть, наконец к этому прислушаются, что Израилю нет смысла идти, так сказать, на шантаж, поддаваться шантажу и откупаться от Хамаса в Газе. Потому что все блага, которые Израиль разрешает, и перевод денег. И вот недавно Израиль разрешил строй материалы, которые раньше были запрещены, и часть из которых идет на создание туннелей, на создание бомб, на создание всяческих средств нападения на Израиль. Так вот, вся вот эта гуманитарная помощь, которую Израиль дает в избежание кризиса, а то, ой-ой-ой, будет гуманитарный кризис, будет еще хуже. То есть вместо того, чтобы честно признать, что мы поддаемся шантажу, это все, так сказать, красиво называется предотвращение гуманитарного кризиса. Так вот, профессор говорит, что все эти уступки, всеми этими благами пользуются в первую очередь Хамас. И поэтому это все до рядовых граждан не доходит. Более того, Хамасу и желательно, чтобы рядовые граждане страдали, потому что тогда у него больше шансов вывести их, вот, крушить заборы с Израилем на так называемые демонстрации, хотя это не демонстрация, а уже просто массовое нападение. И профессор делает совершенно логичный вывод, что не надо поддаваться шантажу, нужно наносить удары, что Газа очень чувствительна к этим потерям, там все очень, так сказать, компактно. Удары идут в основном по инфраструктуре, по главарям террора, что Израилю нужно именно и вести эту тактику, кнута, а ни в коем случае не тактику пряника, от которой, так сказать, Хамас только получает временную передышку. Ну, будем надеяться, когда об этом говорят не только все обычные разумные люди, и даже депутаты КНЕСТа, но и научные профессора, да, может быть, к этому прислушаются. Ну, а, так сказать, вторая террористическая организация, которую объявили пока не террористической, то есть ООО «Освобождение Палестины», которая властвует в палестинской автономии, она сегодня страшно разозлилась на вашего посла Фридмана, который заявил, что он, как представитель Америки, и Америка тоже считает, что Израиль вполне вправе аннексировать части Иудеи и Самарии. Так и сказала Иудея и Самария, никакой не западный берег. И, значит, палестинская автономия тут же стала возмущаться, кричать, что это преступление, что это против международных законов, что она подаст вообще в международный суд Гаги и так далее, и так далее, хотя Израиль, в общем, давно, израильские юристы давно объяснили, что Иудеи и Самария, так сказать, Израиль имеет полное международное право ее аннексировать, как территорию, которую вражеское государство использовало как плацдарм для нападения, как территорию, на которой не было признано законного владельца, как известно, владение Иорданией Иудеи и Самарии не было признано международным законом. Тем не менее, вот палестинская автономия так решила, так сказать, громко о себе заявить, наверное, потому что действительно никаких нормальных достижений у них нет, а идти на любые договоры они отказываются. Так, в преддверии вот этой сделки века, сделки века Трампа будет саммит в Бахрейне, он будет 25 июня, то есть, в общем, уже скоро. И американские представители всячески соблазняют палестинскую автономию, ну, в частности, тем, что у палестинской автономии кончились деньги. Израиль теперь вводит очень строгий учет и контроль и говорит, да, мы будем вам перечислять часть налогов, но мы будем вычитать те деньги, что вы передаете террористам. А напомню, я тут очень часто в этой передаче рассказываю, что палестинская автономия спонсирует семьи террористов, выплачивают зарплату террористам, которые сидят в тюрьме, и там есть, я приводил вам ставки, да, за первый год отсидки, за второй, там и так далее, если ранен, если убит, там просто тарифы известные, довольно существенные. Так вот, Израиль сказал, все, мы примерно представляем, сколько вы тратите на террористов, мы будем это вычитать, и уже пять месяцев палестинская автономия встала в позу и говорит, ах так, вообще не будем получать денег, либо целую сумму, либо никак. И там уже потихоньку деньги начинают кончаться. Деньги в УНРА, то есть международная организация, которая занимается только арабскими беженцами и только беженцами 1948 года из эры Цесраэль, вот у этой организации деньги уже там давно кончились, и палестинская автономия действительно уже не понимают, что дальше делать. Трамп им говорит, пожалуйста, я профинансирую, я дам вам денег, но приезжайте на саммит в Бахрине, давайте все обсудим, давайте договариваться. Но палестинская автономия пока отказывается, и, в общем, это понятно, потому что у арабских главарей всегда очень узкое поле для манёвра. С одной стороны, они должны вроде бы заботиться о своих гражданах, но с другой стороны, если они пойдут на какие-то уступки и будут как-то сотрудничать с Израилем, то они будут этим рубить сук, на котором они сами сидят. Сук ненависти к Израилю, потому что так называемый палестинский народ сплачивает единственную вещь – ненависть к Израилю. Это арабы, приехавшие из самых разных мест, кто-то из Египта, кто-то из Иордании, кто-то из Сирии. И совершенно разные кланы, которые непрерывно ворождают между собой и убивают друг друга гораздо больше, чем евреям. Единственное, что их объединяет, как говорится, против кого дружим, ненависть к Израилю, ненависть к евреям. И если главари палестинской автономии будут делать слишком большие уступки, понятно, что их очень быстро скинут, там ни о какой демократии речи нет, и никто их не будет перевыбирать, просто зарежут и выдвинут следующих. Значит, поэтому у них узкое поле для маневра, и поэтому они вот сейчас пытаются всячески доказать, какие они непримиримые, ни на какие уступки не пойдут. Но пока что Германия, Германия пока что их очень нежно опекает, предлагает дать суду 100 миллионов долларов на организацию УНРА, и в свою очередь, так сказать, левые в германском парламенте отказались голосовать за признание Хизбаллы-террористической организации. Вот правые выдвинули этот закон, а леваки, вот социалисты, там демократы, они отказались, и этот закон не прошел. Зачем это нужно Германии, я не очень понимаю, но, по-видимому, такая логика левых парламентариев. Со своей стороны, Трамп уже объявил, что организация УНРА, она вредна, то, в общем, о чем я давно уже в этой передаче рассказываю, что закон Паркинсона, да, если есть какая-то бюрократическая организация, созданная для решения определенной проблемы, и если этой организации выделяют финансирование, то она сделает все, чтобы проблему не решить. Потому что как только проблема решится, все, кончаются деньги, кончается работа, кончается, так сказать, удобное кресло с секретаршами, и УНРА действует именно этим способом. Она законсервировала проблему так называемых палестинских беженцев, то есть арабов, которые в 1948 году по призыву арабских стран убежали из Эры Цесраэль. УНРА делает все, чтобы законсервировать эту проблему, и приклеивает ярлык беженца уже на третье и на четвертое поколение. Такого не делается по отношению ни к каким беженцам в мире. Беженец – это тот кто-то сам бежал, даже если ему тогда было несколько месяцев, но все равно сам бежал. А если он родился у человека, который был беженцем, он уже беженцем не считается. Все остальные, кроме арабов, бежавших из Эры Цесраэля. Так вот, Трамп говорит, что УНРА – это не решение проблемы, это часть проблемы, что нужно ее расформировать, а если давать деньги, то как рачительный бизнесмен. Давать деньги только совершенно конкретно, на какие-то совершенно конкретные планы, какие-то конкретные дела, а не вообще просто, чтобы финансировать таких беженцев-тунеядцев в третьем, четвертом, пятом поколении. Так что спасибо вашему послу Фридману, он опять поднял эту проблему, что США уже признали суверенитет Израиля на Голландах, и, в общем, в высказывании Фридмана было обещание, что если, как и обещали перед выборами, предыдущими выборами пару месяцев назад правые политики, Израиль пойдет на объявление суверенитета на части Иудеи и Самарии, то Америка во главе со своим президентом Трампом такое объявление, такое действие Израиля поддержит. Ася, давайте мы в этом месте остановимся, сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы можете позвонить и задать ваш вопрос. Ну, а пока продолжим. Ну, перейдем к нашим внутренним новостям. У нас, хочу поздравить радиослушателей с праздником Шивот, потому что у нас в Израиле этот праздник праздновался вчера, а в диаспоре принято праздновать праздник два дня. Это связано с тем, что календарь лунный и в Израиле, так сказать, новости о наступлении нового месяца передаются сразу, а раньше, когда не было телеграфа, то весть о наступлении нового месяца передавалась по зажженным кострам на вершинах холмов, и, естественно, она из Израиля распространялась в диаспору, могла распространяться, не успеть распространиться за одну ночь, значит, уже на следующую ночь. И поэтому вот существует такой перепад в два дня, и на всякий случай празднуют два дня. Так что поздравляю с праздником Шивот, Шивот праздник дарования Тары, и, кроме того, это, как и многие еврейские праздники, древние праздники, это праздник и духовный, и чисто материальный, сельскохозяйственный, связан с урожаем, с принесением плодов в храм. И в христианстве он известен как пятидесятица, то есть 50 дней после Песоха, когда начинают приносить в храм жатва злаковых и принесение их в храм. И, кроме того, в современной традиции принято учить Тору, учить её и днём, и ночью, в знак того, что вот мы вспоминаем о том, как нам была дарована Тора, и как мы её, так сказать, ценим и стараемся учить всё возможное время. Ну, а праздник кончился, и давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Ася, добрый день, Сергей. Вопрос у меня к вам. Вы знаете, в последнее время появилась фамилия, которая, ну, я не знал, не знаю, кто это в смысле, я прочитал, что вы можете рассказать, фамилия его Смотрич, он на шармом лагере. Что вы можете сказать, пожалуйста, видно, молодой парень, кстати, с семейной фамилией. Да, второй вопрос. Я потом вас сейчас расскажу о нём, о его инициативе, да? Да, скажите, и второй вопрос быстро. Я задал этот вопрос в пятницу Александру Непомнящему, и ведёт ли кто-то переговоры с партией Либермана на данный момент? Спасибо большое, я с удовольствием вас послушаю, огромное спасибо за программу, спасибо. Значит, с партией Либермана я менее знакома, не могу сказать, начну со второго вопроса, не могу сказать и не думаю, что Либерман с кем-то ведёт переговоры, он хочет оставить себе открытым все возможности, примкнуть и к левому правительству, и к правому правительству, хотя его электорат чисто правый. И перед выборами Либерман утверждал, что он войдёт, будет поддерживать Нитаниягу и будет рекомендовать его. Но сейчас вот, так сказать, заявляют, что Либерман, не желая входить в коалицию Нитаниягу, проверял возможности войти в коалицию с Бело-Голубыми, Коколь-Лаван, партией Коколь-Лаван, такой объединённой партии трёх генералов и Лапида, и, значит, опять же, под лозунгом, что вот не идти же на выборы. Но там у него явно не получилось, вернее, не у него, а у левых не получилось даже с Либерманом сформировать необходимую коалицию. Значит, по-видимому, они надеялись перекупить религиозных, религиозные не захотели к ним идти, и, в общем, не вытанцевалось, и у нас в сентябре, 17 сентября будут выборы. Я не думаю, что Либерман с кем-то ведёт переговоры, во-первых, для того, чтобы сохранить свою гибкость, во-вторых, так сказать, устроив выборы и заставив страну раскошелиться на лишние несколько миллиардов, которые могли бы быть потрачены именно на то, о чём Либерман всегда утверждал, что он будет требовать повышение пенсий для новых репатриантов, которые этих пенсий не заработали, повышение пособий для матерей-одиночек, потому что именно среди репатриантов большое количество матерей-одиночек, советское, так сказать, наследие и так далее, и так далее. То есть за эти миллиарды вполне можно было бы решить вот эти практические проблемы, но Либерман объявил себя принципиальным, и, как это ни странно, как это ни странно для нормального разумного человека, но рейтинг партии Либермана пока по опросам не падает и даже растёт. Хотя, казалось бы, если он нарушил всевозможные обещания, которые мог бы выполнить за те же деньги, но он объявляет, что вот он такой враг, он такой принципиальный и будет принципиально бороться с ультраортодоксами, и на этом, так сказать, опять же делает себе рекламу на принципе против кого дружин. Я уже говорила, что мне такая негативная позиция не нравится, так сказать. Говори, чего ты хочешь добиться, говори, так сказать, положительные какие-то лозунги, а объединять всех на нелюбви к ультраортодоксам, по-моему, это неприемлемо, тем более, что, так сказать, то, что арабы не служат в армии, как будто Либермана уже и не волнует совсем. А то, что ультрарелигиозные не служат в армии, вот он выставил таким принципиальным, что не вошел в правительство Нитунияку. Ну, хорошо, это, так сказать, про Либермана. Я знаю, что идут переговоры между тремя правыми партиями. В первую очередь, Фейгрин с Беннетом обсуждают возможность объединения. Кроме того, думают о том, не объединиться ли вообще всем трем партиям, включая и вот объединение правых партий, то есть Переса и Смотрича. И сейчас вот переговоры всячески идут, и опять у нас предвыборные ситуации, опять у нас, так сказать, все политики стараются выглядеть красиво и иногда делают такие, наполовину может быть верные, но наполовину чисто популистские заявления. Ну вот, что касается конкретно Смотрича. Смотрич – молодой политик из соседнего поселения, достаточно правый, достаточно, так сказать, горячий. И он вот уже за одну каденцию стал лидером Ихудлеуми, то есть национального объединения, да, то есть маленькой фракции в составе партии Мавдаль. Напомню, что лидер Мавдали – это Рафи Перес сейчас, а Смотрич – он лидер вот этой вот группы Ихудлеуми. Ну и они объединились перед выборами, нет, и Ниагу много для этого сделал, пока что они, так сказать, по-прежнему объединены. И Смотрич в какой-то момент заявил, что вот он бы очень хотел, чтобы Израиль, чтобы право в Израиле было еврейским правом. А что такое еврейское право? Еврейское право – это Аллаха. Ну, напомню для тех, кто, может быть, не очень в курсе, что Аллаха – это сборник всех еврейских законов, касающихся всех областей жизни. И выводятся все эти законы, опять же, из Пятикнижия, из Тары, из расширенной трактовки Тары, из Мишны. И вот весь этот сборник законов называется Аллаха. Некоторые из этих законов были приняты две тысячи лет назад, некоторые три, некоторые вчера. Но что характерно, что большинство этих законов касается личной жизни еврея, поскольку большинство этих законов написано тогда, когда еврейского государства уже не существовало, храм уже был разрушен, евреи находились в диаспоре. И большинство этих законов относятся к тому, как вести себя еврею отдельно личности или еврейское общение, которое находится в каком-то чужом государстве. Очень небольшое количество вот этих вот голоход, еврейских законов, относится к жизни евреев в собственном государстве. Очень небольшое. Потому что раввины как-то достаточно консервативны и не очень хотят принимать вот такие вот новые законы. Практически нет никаких законов, которые касались бы армии. Ну, раввины принимают какие-то там конкретные решения ад-хок, да, как это по-латыни говорится. То есть вот на сегодняшний день, да, что евреи в армии, вот, значит, ну, поскольку у нас армия еврейская, в ней есть кашрут, в ней стараются соблюдать шаббат, чтобы вот евреи, евреи, соблюдающие закон в армии, значит, требовали то, что им положено, чтобы они могли соблюдать шаббат, чтобы они могли не брить бороду, чтобы они могли, так сказать, чтобы у них была синагога, кошерная пища и так далее. Но то, что может делать армия, а что не должна делать армия, что морально для армии, морально ли армии выселять евреев, вот этой темы раввины не касаются и галахи на эту тему нет. Так же, как и нет галахи во многих других областях. Значит, когда Смотрич говорил о том, что, с другой стороны, антирелигиозные партии, такие как Мерц, такие как Авода или просто всякие левые движения, они, так сказать, агрессивно антирелигиозные. Ну, это идёт ещё от социалистического сионизма. Как мы помним, социализм, он очень агрессивно настроен против религии, потому что он сам своя новая религия, и он конкурент, ему конкуренты не нужны. И вот эта вот ненависть к религиозным, к сожалению, она давно и плодотворно раскручивается в Израиле, в первую очередь левыми партиями, и, к сожалению, на этих выборах и Либерманом, который объявляет, что он правая партия. И вот они подняли такой лозунг, что вот мединат галаха – это современный Иран, это вот женщин там будут заставлять ходить чуть ли не в паранже, не разрешать там им разводиться. В общем, короче, стали пугать, что аллаха – это то же самое, что какие-нибудь там мусульманские законы, которые действительно, в общем, совершенно ужасны, совершенно несовременны и ужасно обижают женщин. Значит, в еврейской галахе всё совершенно не так, но, тем не менее, когда это поднимают на щит, то обыватель верит, когда ему вот такое вешают на уши. И, значит, тут получилась, в общем, взаимовыгодная ситуация, выгодная для политиков. Смотришь, показал, какой он правый, как он любит еврейские законы, как он за то, чтобы у нас был еврейский суд и еврейские законы. И действительно, он, в общем-то, он прав, потому что в Израиле такая мешанина законов, унаследованных от английского подмандатного закона, от турецких законов, когда здесь правила атаманская империя, от иорданских законов на территории Иудеи и Самарии и немножечко еврейских. Всё это в большой мешанине, всё это взаимно противгорячиво, и давно пора навести порядок. И, в общем, в Израиле была комиссия судей, которые рекомендовали пересмотреть весь Израильский кодекс на основе того, чтобы еврейский подход превалировал. Еврейские законы, например, в области имущества исключительно, разумные законы исключительно подходят к современному свободному капиталистическому государству. В частности, уже 3-4 тысячи лет назад еврейские мудрецы сказали, что если ты хочешь человеку помочь, то, как сегодня говорят, не давай ему рыбку, давай ему удочку. То есть помоги ему только так, чтобы он мог сам зарабатывать, а не так, чтобы ты ему сегодня помог, завтра помог, послезавтра опять нужны были деньги, а у тебя уже ни сил, ни денег нет. Значит, вот такое вот пугало, как Мединат Аллаха, то есть государство Аллахи, с одной стороны, этим демонстрирует, что он правая партия, религиозная партия, с другой стороны, антирелигиозные партии говорят, ой-ой-ой, завтра у нас тут будет Иран, женщины обяжут чуть ли не в паранже ходить и так далее. Значит, вот эти ультрарелигиозные нам тут устроят, давайте бороться против них. Вот такой вот предвыборный, в общем, скандал, хотя действительно многое из того, о чем говорил Смотрич, действительно, как я вам говорила, это нужно, это важно, просто, так сказать, либо надо говорить об этом в более аккуратной форме, не так, не так, так сказать, лозунгами, либо это будет работать только для политиков и на разделение народа, на религиозных, с одной стороны, и антирелигиозных, с другой стороны, что, в общем, очень печально. Ася, давайте мы сделаем еще один перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиентова, и напомню, телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. А у меня вопрос по поводу того, что Абумазан по-прежнему отказывается получать деньги от Израиля, что это такое? Ну, это то, о чем я говорила, что Израиль поставил жесткое условие, либо палестинская автономия не спонсирует террористов, либо из денег, которые Израиль собирает как налоги с тех арабов, которые работают, арабов из палестинской автономии, которые работают в Израиле, так вот эти налоги он будет передавать палестинской автономии, минус деньги, которые палестинская автономия тратит на поддержку террора. Такие неполные деньги автономия отказывается получать, а спонсировать террор она отказывается прекращать. И поэтому там возник такой кризис. Давайте тогда попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемая Ася, расскажите, пожалуйста, что значит ультра-ортодоксы? У вас же нету консервативных и рефагмированных течений. Есть множество малых, незначительных. И что значит вязаная кипа? Хорошо, с удовольствием. Значит, есть религиозные ортодоксальные евреи, которые соблюдают более-менее одно и то же. Кто-то, может быть, что-то устрожает, кто-то нет. Так, например, в Песах. Ашкеназы не едят рис тоже, а сефарды, например, его едят. Но это очень мелкие расхождения. Все ортодоксальные евреи соблюдают более-менее одно и то же. Как вы правильно сказали, консерваторов и реформистов в Израиле практически нет. Потому что они не нужны. Они нужны в Америке, когда синагога на расстоянии получаса езды на машине. Выбор, либо ты едешь на машине, либо ты не приезжаешь в синагогу. И нужен реформист, который тебе разрешит ездить в синагогу на машине. А в Израиле, пожалуйста, пешком до синагоги из любой точки можно найти. Разве что посредине пустыни Негин. Никого нет, так и синагоги нет. А в остальных, где есть люди, везде есть синагоги. Значит, поэтому, в принципе, все верующие евреи, они ортодоксальные, ортодоксы. Но дальше идет очень много течений внутри иудаизма, которые некоторые просто связаны с общинами. Вот какая-то община выходцев из какого-то определенного местечка, вот у них был какой-то рэбэ. Какие-то связаны с разными течениями. Например, хабадники. Мы прекрасно знаем вот эту шутку, что в любой точке мира есть две вещи – хабад и кока-кола. Значит, вот хабадники, которые везде есть, которые как-то связаны с любовическим рэбэ и его наследием. Есть еще очень много различных течений. Но главное разделение религиозных людей идет по принципу, что они сионисты или они асионисты. Антисионистов среди религиозных людей практически нет. Есть несколько, буквально сотни человек сатморские, которые настроены против сионизма, против Израиля. Но это такая мелочь, такое исключение, которое только подчеркивает правила. Так вот, религиозные сионисты, они более привязаны к современным реалиям, к современной жизни, к государству Израиль. Они первые в боевых частях. Они носят более-менее современный костюм, хотя с непременным цицит, то, что он должен носить религиозный еврей, цицит и кипа. И чисто внешне они отличаются тем, что у них более модернная современная одежда. Там могут быть джинсы, может быть строгий костюм, в зависимости от их места работы. Но, в общем, более-менее современная одежда и обязательно полное светское образование, очень часто университетское образование. Если мы говорим о асианистах, то есть более традиционных, более консервативных, не в смысле консервативного иудаизма, а в смысле общего консерватизма, то есть сохранения традиций, то это люди, которые носят еще ту одежду, которую носил их рэба в польском местечке 200 лет назад. Сразу можно отличить. У кого-то меховые шапки, что при 30 градусах жары довольно проблематично. У кого-то полосатые халаты, как у евреев, выходцев из Магриба. И у них, так сказать, они к сионизму относятся достаточно спокойно. Когда-то, лет 200 назад, они были против сионизма, потому что, если молодой еврей становился сионистом, он переставал соблюдать заповеди. Сегодня они ничего не имеют против сионизма, поскольку, так сказать, сегодня мы живем в еврейской стране, и если ты сионист, то страна предоставляет тебе все возможности соблюдать заповеди, да, и не работать в шаббат. Более того, так сказать, сама страна соблюдает многие заповеди. Государственные служащие не работают в праздники, не работают в субботу. В государственных учреждениях, таких как Нессет, есть кашрут обязательно, обязательно есть мезузы во всех государственных учреждениях, чтобы религиозные евреи мог зайти. Так вот, те, которые менее сионисты, они, так сказать, с пиететом относятся к Израилю, к еврейскому государству, но при этом они стараются дистанцироваться от современной жизни, начиная от чисто внешней вещи, как костюм, и дальше стараются, чтобы их молодежь не получала высшего образования, потому что ребенок идет в университет, там он сталкивается с различными другими взглядами на жизнь, может перестать слушаться только своего рыбы. Они против этого, поэтому, так сказать, они ограждают своих учеников Ешив, стараются не пускать их ни в армию, ни в университет. В результате те отгорожены от общества, и с одной стороны, так сказать, в этом нет ничего плохого. Более того, для Израиля это в чем-то хорошо, потому что вот такие заповедники – это туристский объект. Приезжают люди из других стран, идут, скажем, в Бнейбрак или в какие-то районы Иерусалима, и смотрят, и видят там точную копию еврейского местечка 200-300 лет назад, или точную копию какого-нибудь восточного местечка 200-100 лет назад. Как объект туризма это прекрасно, такой заповедник, как у вас, может быть. Но, в общем, там рожают достаточно много детей, но сама община не увеличивается, по крайней мере, а иногда и уменьшается, потому что очень многие все-таки отходят и перестают быть вот такими вот зашоренными, только, так сказать, соблюдающими традиции только 200-летней давности и не обращающими никакого внимания на современность. То есть примерно половина рождающихся там детей отходят, и община просто сохраняет себя более-менее, но их не становится больше, они устойчивы где-то 10-15% населения Израиля, ну, я думаю, что даже не 15, где-то процентов 10, да, населения Израиля, вот они устойчиво сохраняются, не увеличиваясь, несмотря на то, что там рождаемость, там 5-7 детей, в общем, сколько это возможно. Давайте примем еще один звонок. Ну, как это основная разница? Хотя соблюдают еврейские законы, все соблюдают одинаково. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Вот, скажите, пожалуйста, Ася, в ортодоксальных семьях жен имели право отвечать мужу? Попросту говоря, открыть род на мужа? Еще как, очень часто там жена глава семьи, потому что муж, он занят только изучением Тары, и он не был в армии, ему нельзя зарабатывать, а работает как раз жена, и как раз жена приносит в дом деньги, жена ими распоряжается. И, в общем, еврейской традиции женщины играют очень большую роль, и начиная от войны, вспомним воительницу Дебору и других, так сказать, возглавлявших таких народ, женщин, и кончая тем, что это заповедь иудаизма, что еврей, подписывая брачный контракт, обязуется, что он будет там выполнять все разумные требования жены, будет ее содержать, дарить ей украшения, радовать ее. В иудаизме женщины имеют достаточно много привилегий. Более того, если женщина, например, не хочет разводиться, никто не может ее обязать взять разводное письмо. Не хочет разводиться, и все. Ася, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Уже есть время вышло, да. Не успела я рассказать о вновь назначенном нашем министре юстиции, который первое свое заявление, которое я сделал, сказал, что тот, кто любит нашу судебную систему и хочет, чтобы она была хорошей, должен ее критиковать и должен реформировать. Спасибо. До встречи в следующий раз. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok